Всем привет, дорогие зрители! Мы сегодня в Турции, в Белеке, в отеле Pine Beach. Начинаем обзор с номера. Номер у нас стандартный, в главном здании с частичным видом на море. Небольшая ванная комната, в ней как раз душевая. Есть шкаф, внутри шкафа сейф обязательно установлен. Площадь номера составляет 32-34 квадратных метра. Наполнение мини-бара вы видите на видео, все регулярно пополняется. Есть также набор для чая-кофе и приветственные фрукты для гостей. Теперь посмотрим наш балкончик, там есть стульчики, есть где посидеть вечером и вид на соседний отель для Мак-Атлантис, на сосны и видно кусочек моря. Прогуляемся по территории отеля Pine Beach. На втором этаже как раз расположен основной ресторан. Он достаточно большой. На первом этаже вход в основной холл, бары и здесь идет комплекс бассейнов. Детский бассейн сейчас даже подогревается в зимний период времени. Летом натягивают тент и детям будет очень комфортно. Здесь находится бассейн с морской водой. Вода действительно не соленая, а морская. Добывается с глубины Средиземного моря. Теперь прогуляемся по дорожке к морю. С обеих сторон идет газон, на котором летом располагаются лежаки и тут есть гамаки. Справа снэк-бар и вечером он работает как ресторан с морепродуктами. И в нем организуются очень вкусные ужины. Также прекрасная зона вот таких кабан, которые бронируются на сутки. Здесь основная сцена, где проходят вечерние мероприятия. Весь второй этаж, как мы видим, это как раз зона открытой основного ресторана. Рядом с вышкой находится домик с Гезлимэ и Айранум. Можно в обед перекусить. Очень вкусные здесь Гезлимэ. В отеле Пайн Бич достаточно длинный пляж. На пляже есть детская площадка на песочке. Дорогие друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайк и подписываться на наш канал. А также пишите в комментариях, как вам отель. Может быть, вы здесь уже отдыхали или планируете свой отдых. И, конечно же, напоминаю, что тур в любой отель мы можем рассчитать и организовать вам отпуск вашей мечты. Обращайтесь к профессионалам. И тем временем мы подошли еще к одному бассейну. Их здесь огромное количество на любой вкус и цвет. И что важно отметить, это сейчас лежаков немного и убраны тентом. Летом все установлено по полной программе. Везде натянуты тенты и над детскими бассейнами в том числе. По всей нижней части отеля идет снэк-бар. Здесь днем можно покушать в обед, если не хочется идти в основной ресторан. И постепенно подходим к проходу, который ведет в зону бунгал. Здесь есть очень приятный бар, там есть легкие закуски, напитки. Можно также взять себе турецкий чай. Есть где-нибудь небольшие бары закусочные, очень милые и приятно оформленные. Здесь можно взять и кофе, и напитки, и взять какой-то перекус. У нас круассанчики очень красивые, булочки, корунцы. Пойдемте по территории. Здесь у нас первый от ресепшн идет здание Аннакс. А дальше будет территория бунгала. Здесь по всей территории курсирует такой баги. Отвезет вас к вашему морозу, если нужно. Красивая ухоженная территория. Апельсиновые деревья. Апельсинки как раз созрели. И дальше всю территорию, особенно корпусами бунгала. Где-то они двухэтажные. Где-то вот такие одноэтажные. Не зря отель называется Сосновым пляжем. И вот по территории мы дошли еще для одной активити-зоны. Здесь теннисные порты. Сзади мини-клуб. Это как раз зона между бунгало. И здесь находится ботаник-бар. Очень приятно оформленный и практически в лесу стоит. Здесь можно взять всякие коктейли, соки. Полежать на лежаках. Наслаждаться видами. Здесь территория Тони Блара. Мы попадаем еще на территорию релакс-бассейна. Тоже такая спокойная, тихая зона. С территории мини-клуба на первом этаже мы поднимаемся на второй этаж. Попадаем здесь что-то типа снайп-ресторана. И здесь же находится зона аквапарка, горок. Все в одном месте. И вот это у нас основное здание. Она стоит чуть-чуть поближе к морю. Такое же в красивом зеленом саду в апельсиновом. Недалеко от лобби-бара еще есть такая очень приятная коктейня. Здесь и сладости. И разного рода бутербродики. Из основного ресторана. Есть сразу выход на солнечную террасу. Пойдем посмотрим. Сразу спустимся на территорию отеля. Места достаточно всем. Мы пришли на ужин. В отель Payne Beach Belic. Сейчас посмотрим, чем-то вкусненьким кормят. В отеле сейчас небольшая загрузка. Очень много столов пустых. Есть место, где можно разместиться комфортно. Нет очередей. На входе встречает как раз чайно-кофейная зона. Несколько кофе-аппаратов. Здесь же турецкий чай. Сегодня на ужин есть роллы. Разных видов. Причем мы уже попробовали. Все достаточно недурно. Прямо при вас готовят. Хлебная станция. Несколько видов супов. Сегодня здесь луковый суп. Чечевичный суп. И суп из перца. Тут же добавки к супам. Пожалуйста, есть детское питание. Есть йогурты. И пойдем посмотрим зону горячего. Здесь у нас лазанья. Спагетти. Пельмешки мы попробовали. Очень вкусные. Так. Это турецкие бобы. Здесь куриные рулетики. Здесь, пожалуйста, готовят пасту. С разными вариациями. Выбираешь, что тебе нужно. Так, здесь форелька на гриле. Здесь турецкая рыбешка. Еще горбон. Идем дальше. Картофель, наггетсы. Картошка фри, конечно, как без нее. Так. Здесь рагу. Говядина с овощами. Здесь просто рис. Здесь мяско сегодня. Вариацию, которая есть. Так, куриные, отбивные, куриный шашлык. Шашлык из говядины и котлетки. Вот здесь как раз шеф жарит. Здесь сегодня есть креветочки. Очень даже вкусные. И баклажанчики в кляре. Тоже достаточно вкусные. Так, здесь есть разные молочные коктейли. Соусы. Что-то типа а-ля паэльи с морепродуктами. Так, здесь мясо с овощами. Еще одно. Фасоль тушеная. Голубцы. Так, здесь раку весное. Здесь баранина. Тоже очень мягкая, вкусная. Мы уже пробовали. Пожалуйста. Гречка, морковка, цветная капуста. Здесь овощи тушеные. Точнее, овощи на гриле. Еще овощи на крылья и пиде свежеприготовленные. И разные вариации пиде есть. С сыром и с мясом. Так, дальше зона салатиков у нас. Есть лосось копченый. Разные овощи в маринаде. Пожалуйста, анчоусы есть. Форелька, скумбрия. С сырые, в том числе с плесенью на ужин. Разные салатики. В том числе есть хумус. Разные виды гарниров, салатов. Все достаточно свежее. На любой вкус. Есть миксы, есть по отдельности помидоры-огурцы. Несколько видов оливок. И, конечно, соусы. И перейдем к десертам. Сейчас идет сезон. На шведском столе много гранатов и хурмы. Фрукты, мандарины сейчас растут прямо на деревьях. И посмотрим десертики. Отлично. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует...